Всем доброе утро! Хочу сейчас сделать себе яичницу с шпинатом. У меня немножко осталось, просто его доделаю, доделаю, доем. И кофейку, наверное, да, ну естественно. А как же без него? Воду надо налить. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. Помните такую песню? Как Васюткин, 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 пипец. Завтрак аристократа. Кстати, тарелка прозрачная. Такое ощущение, что я на стол навалила и все. Всем приятного аппетита! Так как я открыла короткую дорогу, скажем так, до спортзала, там же у нас и парк есть большой. Ну, мне чем не нравится с Чарли гулять. Там очень много людей гуляют с большими собаками без привязи, поэтому как бы страшновато, да. Тем более мой Чарли не любит особо больших собак, чтобы они приставали к нему и огрызается. Вот. Но я решила сейчас туда дойти, прогуляться. Но если что, на привязи, буду его гулять с ним. И заодно поставила этот, как он называется, хронометр. В общем, посмотреть, сколько времени мне занимает дойти до этого зала. Я все-таки с первого числа прям вот прям все, кровь из носа. Надо идти и заниматься. Даже не кровь из носа, просто хочется, знаете. Ах, как хочется быть, быть, быть. Вот сейчас посмотрю. Дорогу же выучили на зубок. Даже не заблудилась ни капельки. Гуляем. Конечно, в тенечке хорошо, но на солнце жарко. Так что у нас по программе, наверное, все как обычно. По воскресеньям. Пиво с тапами, а потом пляж. По крайней мере, вчера было это обговорено. Сейчас не знаю. Может быть, все изменится, кто знает. Ну вот сколько по времени заняло. Я думала меньше, но вот столько. А парк у нас вот там. Там у нас парк. Сейчас туда пойдем. А спортзал, спортклуб даже. Вот тут называется время. Тайм. Центр Депортиво. Ну, вход вот с той стороны. Оттуда. Вообще, мама... Только вот я не знаю. Он по воскресеньям работает. Ну ладно, это потом узнаем. Потому что на сайте написано, что нет. По воскресеньям не работает. Вот, кстати, падаль. Это что-то типа тенниса. Ракетки, правда, другие. Вот тоже, по-моему, от этого клуба. Чарли, бэн, кэто свэльто. Бэн. Пэротээ. Ала. А после... Вот вход в спортзал. Он большой такой. С бассейном все дела. Было бы желание, как говорится. Желание есть, поэтому... Если честно, уже эти петарды задолбали. Каждые выходные они что-то стрелять. Ну, что стрелять? Где-то там, вот в горах где-то стреляют. Погуляли называется. Что ты такой трус, Чарли? Все люди как люди. А ты, блин, вообще только вышли. Смотри, как собаки другие гуляют. Вообще. А я ходи с ним на руках. Чуть запутался. Еще и запутался. Ай, паркей. Он, может, забудет. Ему вроде как интересно и страшно. И все. В общем, сейчас уже муж за мной приедет. Потому что стреляют. А они как начали стрелять. Здесь так оповещают праздник. А так как деревни рядом все стоят, постоянно вот это оповещение идет. Пум! Пум! И вот так оповещают. Этими выстрелами. Как салют. И вот задолбали. Я говорю, ну приезжай за нами. И говорю, здесь стреляют. Он говорит, везде стреляют. Я говорю, поехали на пляж. Он говорит, там тоже стреляют. Так-то парк вот, видите, неплохой. Тут вот какая-то вот сток идет. Речки какой-то. Но он такой грязный. Вообще, тут такая грязюка. Здесь все. Там бутылки какие-то навалены. В общем, страсть. А так парк-то хороший. Ну здесь район. Вот цыгане много живут. Они тут вот ходят. Бродят. А он с собачкой маленькой. Время, хотя, в принципе, еще мало для пивопития. Не знаю. Говорит, я на твоей машине поеду. В его машине нет кондиционера. И вот мы только кто куда кого будет возить, чтобы бензин не тратить. Ой, не могу. Соревнования идут. Я говорю, ну ладно. На моей так на моей. Бензина там много. Я пока с этими заправляла и заправляла. Видите, парк-то в принципе-то хороший. Сейчас как бы рано. Никого нету. А тут обычно вот тут вот сидят дети. Я их детьми назову. 14 лет кто это? Курят травку сидят. Я в 14 лет в куклы играла. А тут уже вон травку курят. Маленькие такие, блин. Не понимают, что делают. Там вон у них и кресло стоит. И все дела. Видите? Чуть ли не диваны притаскивают. Трава что-то сырая. То ли ее полили, то ли роса. Что там за халка? Чарль уже ищет дорогу как домой. Ему же эти прогулки-то не надо, когда стреляют. Ему это не надо. Ой, не могу. Ладно. Будем продолжать, пока за нами приедет. Ой, не все, забылся, забылся. Парк новый просто. И он здесь быстренько забылся, что стрелял. Ой, видите, мокрый весь, как этот, как цуцик. Мокрый весь намок. Чуть такой сырой стал. Оп, оп, оп. Серьезно? Привезла Чарли домой. Он не хотел из машины выходить. Вообще. Прикол. Бегает, я за ним вперед, он назад. Я назад, он вперед. Знает, что мы сейчас пойдем. Позвонили сестрам. Сейчас встретимся и поедем по Тапу. Бежит, бежит. Ты вообще пять минут за ним бегал. А муж смеется, ему все смешно. Так, когда я уже начала дермливать эти... Сразу все поняли. А, что он открывается? Не пах, давай. Сейчас я ему телевизор включу, все как надо. Давай сниматься. Тебе раздеваться. И чулки. Дневная у него для зубов. Давай. Пойду пылесос... Нет, телевизор включу. Я всегда в одной и той же одежде в воскресенье. Так как с Чарли гуляю, мне в ней удобно в этой одежде. И потом уже идем пиопить. У нас, кстати, завтра будем гараж чистить. У нас есть, кстати, гараж, но там очень неудобно парковаться. Мы там почти никогда не подходимся. И здесь подъезд моют. Когда соберешься с родственниками, с ними нифига не распрощаешься. Вот сидят и сидят. И одно пиво, и другое пиво сидят и болтают. А я ему говорю, ну поехали. Сейчас мы едем в Соловринью, где я работаю, чтобы попить кофе. А я съем вкусное мороженое. Мы приехали. Это пляж Соловриньи. Вот там вот моя гора, где я работаю. Это нижняя часть. Где я работаю, это... Там туристическая зона, замок. А здесь уже пляж. Конечно, зимой тут глухомань. Никому нету. Ну как, есть, конечно, но... Мы сидим вот в этой кафешке, но я уже съела мороженое. Поэтому кофе я не пью. Вообще погода неплохая. Ну что, солнца нет? Тоже неплохо. Ну сегодня не пляжное такое настроение, поэтому... Потусим и дома будем лежать. Мороженое такое вкусное было, зараза. Пройдем. Так что вот так. Отдыхаем. Жрем. Обжираемся. Они тут едят тортики. Я себе кофе заказала. Это не мое. Я себе заказала с мороженым тоже. Это мое кофе с мороженым. Блин, вот сливки не надо мне было. Я сливки не очень люблю. Чайса 2 тут посидели. Смотрите, там уйдут прям соревнования конкретные. С этим, как его разговоры. Так парит вообще. Смотрите, какой туман. И такая влажность сильная, что мама не горюй. Прям чувство иду и сырая вся, мокрая. Не от жары, а от влажности. А вообще хорошо. Без солнышка. Едем домой. Я как не пьющая за рулем. А не пьющая. Я люблю, как говорится, за рулем. Я люблю и на машине ездить. Поэтому мне только в радость. Мы дома. Время 6 час. Представляете, ветром закрыла вот эту дверь. И Чарли остался вот там в коридоре, на кухне. Ну, я говорю, хорошо, что он в коридоре на кухне остался. Потому что он еще любит лежать у нас вот там вот в прихожке на стуле свое. И там у него была вода и еда. Он мог подняться наверх. Это лучше, чем если бы он остался здесь закрытый. У него бы не было доступа к воде и к еде. И вдруг туалет захотел бы. И может такой заходит, и дверь закрыла. Я говорю, да я не закрывала это, наверное, ветром. А как раз поднялся сильный ветер. Так, вот этот цветок точно надо поливать. Вот он у меня. Там специально сейчас цветы не поливаю, чтобы не залюбить. Не знаю как. Фикус, видите, сдох. А этот, нет, нормально. Сейчас полью. Надо уже его пересаживать. А этот вот какой. Тут вот пол на него. Тоже пока. Не знаю, как поливать. Вроде пальцем трогаю, вроде бы сухо, да. А потом поливаю, оказывается, что заливаю. Фиалочка моя. Она, знаете, вот эти вот все листья, вот эти желтые, которые отбрасывает. Видите? Вот этот вот отброшенный. Тут уже три или четыре листа вот так отпадал. И вот остается вот эта серединка зеленая. А так и цветет красивая. Как вон у тебя. Ну, этот тоже поливаю, не поливаю. Этим вообще не по барабану. Тоже поливаю, не поливаю. Может быть, знаете, так и надо. Не поливать их нифига, они будут больше расти. Потому что когда заливаю, они не растут нифига. Этот вот тоже надо пересаживать. Во, какой вымахал. Вот этого не было, он вырос. Моя другая фиалка. Смотрите, какая красивая тоже, да. Кактус, не знаю, живой, неживой, что с ним. Посоветовали пересадить, но пересадила. Не знаю. Поживем, увидим. Кстати, на завтра сестра сказала, что дождь передают. 70% что будет дождь. Не знаю, я, конечно, сомневаюсь. Но если он и будет, то это только грязевой. Что не хотелось бы. Машину только помыла. Ну, поживем, увидим. То есть завтра пляж тоже отменяется. Хотя сегодня у нас и другие остальные родственники все на пляже. Они там нам все шлют фотки всякие разные. Приезжайте, приезжайте. Ну, а у нас другие планы были. Как вылезешь с родственниками, это часа на 4 точно. Они же пиво не любят пить в одном месте. Надо было быть во всех местах. Я воду несу, чтобы полить кактус. Ой, ну да, кактус у меня тут весь пожиздел. Сгорел весь. Знаете, летом вот как-то очень жарко. Я его поливаю, но он, видите, весь сгорел. Не знаю, может отойдет. Желтый весь. От вот этих стен поставить куда-то в середину я его не могу. Ну, потому что ветром его постоянно будет валять. Он и так-то валяется от этого. Кстати, сегодня мужу говорю, смотри, какая погода. Это только для, ну, чтобы нам делать крышу. А еще в прошлый раз ночью такая слышу, что-то ба-бах, грохнулся. Я говорю, ну, наверное, не у нас. Оказывается, у нас. Вот эта лестница свалилась. Я даже не заметила. Вот наша крыша. Надо ее как-то приделать. А теперь, оказывается, нету этого сверла. Сверла нету. Там нужно тоже спрашивать у кого-то. Всегда чего-то не хватает. Ладно, буду белье снимать. У меня тут майки одни висят. Их надо. А то вдруг, правда, дождь пойдет грязевой. Все может быть. Потек один перец. Представляете, протух. Я даже не знала, что он такой вонючий. Пипец. Я вот захожу на кухню и не пойму. Знаете, воняет. Как будто мясо протухло. И вот я думаю, мясо мы уже сто лет не едим. Откуда какое мясо? Вроде бы все убрала, протерла. Тут, как говорится, все продезинфицировала. Набрызгала вот этим средством. Захожу сейчас, опять вонючая. Думаю, что такое-то? Оказывается, это от фрукта, от перца. И я вот эти все перемыла. Яблоки, груши. Груши одна начала гнить. А вот, посуду надо брать. И помыла вот эту вот сетку. Потек один перец большой. Надо завтра срочно в холодильник прибрала. Купить баклажан и сделать салат. Но вонючая, как будто мясо лежало уже неделю и тухло. Пипец. Сейчас пару груш сожру. Раз уж их помыл. Посуда помыта. Даже вытяжку помыла. Сейчас столько средств классных. Что вообще не надо никаких усилий прилагать для того, чтобы что-то помыть. Кто-то там с детьми бушует. Ругается. Так что вообще классно. Чистенькая такая. Я думала, она, знаете, всегда жир куда-то улетает. Не туда, куда надо. И тут, хотя она не очень жирная тоже. В общем, да. Буду спрощаться с вами до завтра. Чайку, что ли, попить? Какого-нибудь рыбушь, наверное, включу. Буду прощаться до завтра с вами. Завтра мы встретимся. У меня кое-что по планам есть. Не знаю, сбудутся, не сбудутся. Но вы будьте в курсе. Подписывайтесь. И ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень жду. Мне нравится отвечать на ваши комментарии, читать, что вы там думаете. Мысли ваши. И встретимся завтра. Всем пока-пока. До завтра.